Добрый день, уважаемые коллеги. Постараюсь свой доклад закончить побыстрее, понимаю, малое время, но рассказать хочется очень много. Я буду пропускать определенные вещи, которые всем уже известны. Если вдруг кому-то что-то покажется непонятным и интересным, подходите, я потом расскажу, как это работает и почему это работает. Буду больше про факты. Расскажу про несколько вариантов использования нашей техники и технологий, каким образом можно инвестировать и окупать инвестиции за один сезон. Технология первая – рукавное хранение. Про рукава, как уже сказал, ничего не буду дополнительно рассказывать. На сегодняшний день порядка 10 миллионов тонн по всей стране хранится в рукавах. Сколько бы скептиков в стране не было, но 10 миллионов тонн в рукавах. Технология позволяет хранить не только сухое господское зерно. Технология позволяет хранить зерно влажное, зерно высоковлажное, неочищенное. Технология используется на сегодняшний день животноводами, растениеводами, элеваторами ХПП, зернотрейдерами, переработчиками зерновых культур. Из плюсов технологии. Низкие инвестиции, прежде всего. Для того, чтобы начать пользоваться рукавным хранением, не нужно много денег, не нужно больших затрат, как у нас связано со строительством складов и элеваторов. Дальше. Быстрое внедрение данной технологии. Также времени много не пользуются. Буквально несколько дней вам необходимо для того, чтобы приступить к использованию данной технологии. Возможность хранения влажного зерна уже обозначил. Специализированный каких-то площадок не требуется. Тем не менее, требуется все-таки площадку правильно подготовить. Этому мы учим. Возможность точного отслеживания. Обращаясь к теме точного земледелия. Здесь точное хранение, скажем так. Точное отслеживание хранения зерна. В каком состоянии зерно хранится. Потому что рукав позволяет вам иметь больше доступа к каждой конкретной тонне зерна, нежели чем склад, нежели чем элеватор. Опять же, высокие технологии на сегодняшний день позволяют отслеживать зерно внутри рукава, даже не проникая особо в рукав. Есть специальные датчики, которые позволяют следить за температурой, за уровнем СО2, за влажностью. Хранится практически все. Дальше там практически все. Все сыпучее хранится в рукавах. Да, если у меня раньше были вопросы по поводу рыжика, сейчас знаю, даже рыжик можно хранить в рукавах. Есть люди, хранят, можно связать. Техника, которая необходима для хранения. Ее хранения немного. Зерноупаковочная машина. Что-то, чем можно подавать зерно. Пластикового зерноупаковочного машина. Фронтальный погрузчик, бункер-перегрузчик, автомобильный перегрузчик, КАМАЗ с задненавязанным бортом. То есть любое устройство, которое у нас зерно поднимет на определенную высоту. Есть также машины с нижней загрузкой. И машина, которая позволяет выгружать зерно. В том случае, если у вас зерна много, не всем абсолютно она необходима. В этом плане тоже может быть экономикой. Теперь немножко про цифры, про окупаемость. Значит, если сравнить хранение зерна на элеватере и хранение зерна в пластиковых рукавах. При хранении на элеватере хранение обезличенное, в случае с пластиковыми рукавами вы храните ваше зерно. То есть то зерно, которое вы заложили, то зерно вы потом извлечете. Услышка потери веса. Это то, что имеет место на элеватере. Во-первых, элеватор не позволит вам хранить влажное зерно. Рукава позволит хранить влажное зерно. Это влага может быть вам полезна, скажем так. А на сегодняшний день есть практики, которые начинают уборку раньше. Я об этом расскажу. Хранят влажное зерно, задним миксуют его с пересушенным зерном, каким образом восстанавливают влагу на пересушенном зерне. Также есть естественные процессы на элеватере. Эти же процессы в рукавах, они управляемые. То есть точное хранение зерна в пластиковых рукавах позволяет вам управлять влагой, управлять качеством. Опять же, пока слушал доклады других докладчиков, слышал про небольших фермеров с площадями. Ну, про 40 гектар я, конечно, ничего не скажу, но на сегодняшний день 200-300 гектар. Люди объединяются и приобретают технологию на двоих, на троих. И эффективно эту технологию используют. Опять же, когда у него там, грубо говоря, 60-70 тонн зерна, это одно, когда он продает партию, объединившись с другими коллегами, в 2-3 тысячи тонн, это уже другая цена. Рукава позволяет объединить партию, замиксовать зерно, дать нужные показатели по качеству. То есть, из того зерна, которое у вас есть, вы можете извлечь в максимум, замиксовать зерно. Далее, потери по качеству, которые есть на элеваторе. То есть, при хранении на элеваторе вам зерно выдается в рамках класса. И, естественно, есть естественные убыли и так далее. То, что происходит в рукавах, после уборочного дозревания вашего зерна, это ваши дополнительные доходы. Рост клейковины ни для кого не секрет. То, что в результате после уборочного дозревания можно наблюдать рост клейковины, можно сохранять влагу. Это все ваши дополнительные доходы, ваши зерна. Таким образом, в результате хранения на элеваторе существует еще одна статья затрат, операционные затраты. То есть, приемка, подработка, выдача. В сравнении с элеватором, то есть, если мы считаем сейчас 1200 рублей на тонну, расходы операционные на технологии рукавного хранения, это, собственно, расходы на сам рукав, плюс там ГСМ, зарплата персонала, который обслуживает рукава. Это оценивается в порядке 300 рублей на тонну. А 30 копеек на килограмме 300 рублей на тонну, я не думаю, что это те самые расходы, которые будут ключевыми. Таким образом, если мы все просуммируем, общие потери на качестве, общие операционные затраты, хранение зерна на элеваторе требует от вас 2000 рублей на тонну. Хранение зерна в пластиковых рукавах, несмотря на то, что есть операционные затраты, он может нам дополнительно принести 500 рублей на той же самой турнире. Здесь, собственно, то, о чем уже рассказал, значит, операционные затраты при хранении на элеваторе при расчете на 10 тысяч тонн 12 миллионов 200 тысяч. Потери на качестве зерна 8 миллионов рублей. Значит, все то же самое мы имеем на пластиковых рукавах есть операционные затраты в 300 рублей на тонну, и есть дополнительный доход, который можно получить, это 800 рублей на тонну. таким образом, у нас минус 3 миллиона плюс 8, общая экономика, при хранении на элеваторе вы расходуете 20 миллионов рублей, при хранении зерна в пластиковых рукавах вы можете дополнительно 5 миллионов рублей заработать. Комплект техники для хранения обойдется вам в 3 миллиона рублей, и вот уже ваши инвестиции купили. Следующие технологии, которые позволяют буквально за первый сезон окупать те вложения в нашу технику, инвестиции, в нашу технику, это трехзвенные технологии. Если сравнить двухзвенный и трехзвенный сев, в первую очередь можно видеть, то, что всем давно известно, бункера-перегрузчики ускоряют сев, но здесь работают в семи комплексах на 30%, а те тренды, которые сегодня позволяют использовать точное земледелие, то есть использование автопилота, позволяют работать в ночное время, и на сегодняшний день уже есть практики, которые осеются круглосуточно. При круглосуточном севе получаем колоссальный рост, прирост, то есть 170% плюсом производительность. Кроме того, что ускоряется работа пассивных комплексов, ускоряется оборачиваемость автомобилей, количество автомобилей при этом нужно меньше. В нынешнем времени, когда у нас начались проблемы с поставками техники, использование эффективное, использование имеющейся техники, особенно вошь. Я уже сегодня говорил про раннюю уборку. Если мы посмотрим на сравнительные диаграммы, традиционная уборка двузленная, рыжие столбцы это подход урожая, созревание зерна, зерные столбцы это убранное зерно, сравнение созревшего и убранного зерна. При традиционной уборке средний показатель 25 дней, если мы убираем зерно, кроме того, что у нас есть время уборки, у нас из-за растягивания уборки есть потери всегда. Потери от пересушивания в Ростовской области, в Краснодарском крае особенно актуальны. уборка заканчивается при влажности зерна 9-10%. У нас также есть потери от стекания зерна и от осыпания зерна. Минутка, Юрий Владимирович. Осталась минутка? Хорошо, я постараюсь успеть. Тогда немножко ускоримся. Если мы используем раннюю уборку, то есть та технология, которая на сегодняшний день уже используется хозяйственной. Уборка начинается на несколько дней раньше. Современная техника позволяет эффективно обмолочивать зерно уже от 18% влажности. Таким образом на 3-4 дня можно сдвинуть уборку и начать убираться, если позволяет погода. Влажное зерно при этом можно упаковать в рукава, убирать не столько, сколько позволит сушка в хозяйстве, а убирать в полном периоде. Таким образом мы раньше закручиваем уборку и минимизируем наши потери на пересушивании, на стекании, на осыпании. Времени остается мало. Кроме всего прочего использование треизменных технологий вам позволит сократить количество персонала задействовано при этих процессах. Персонала всегда не хватает. Как сократить? Каким образом у нас это получается? Подходите я расскажу. это реальные работающие примеры работающих хозяйств. Можем связать вас, поговорить с людьми, как у них это получается. Куда приходить? Во-первых, в час дня начнется конференция в этом же нашей компании. Там это все будет рассказано очень подробно. Кроме этого, два стенда компании Лилиани, один в третьем павильоне, один на улице. Приходите к нам. У нас все наши продукты, цифровые появившиеся у нас. Мы все покажем, все расскажем. Теперь про инвестиции. Инвестиции в технику сокращаются за счет того, что вам уже не нужно так много техники. Ваша техника не простаивает, она начинает работать наиболее эффективно. Поскольку ваша техника не проста снижаются расходы на ГСМ, снижаются расходы на техобслуживание. Если суммировать все эксплуатационные расходы вместе с амортизацией оборудования, мы получаем ежегодные затраты 8,5 миллионов, если мы делали расчет на 2000 гектар, 8,5 миллионов. И против разовых один раз в 10 лет инвестиций в технику в размере 7,8 миллиона. Вот вы в данном случае за 10 лет 10 раз окупите эту технику, но самое главное вы уходите в первый же сезон. Спасибо, я старался реализоваться. Спасибо, есть вопросы к компании или я не пожалуйста. Вячеслава Александровна, да? Юрий, Юрий, верт. Юрий, пожалуйста, вы сказали о многокричащих. Расскажу о плюсах для нового. А когда что, у тебя минусы будет? Минусы нету? Минусы, конечно, есть в данной технологии, как и везде. везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. А какой материал используется? Я помню, его начинали с пленочного. А на сегодня и в будущем только пленочный материал будет использоваться. Материал должен тянуться, это неотъемлемое освоение технологии. Однако хранение в рукавах я продолжу не прошу. Вопросы про мыши практические любимые вопросы. 10 миллионов тонн в рукавах. Как мыши относится? Вы нашли какой-то способ? при правильном использовании технологии. Что сегодня делают с мышами? Во-первых, пространство под рукавом обрабатывают репеллентами. Во-вторых, при правильной закладке рукава, опять же, есть два типа закладки. На твердой поверхности либо на грунт. На твердой поверхности там все понятно. При правильной закладке рукава у вас два потенциально опасных места. Начало рукава и конец. В середине рукава мышь не выгрызается, если у вас правильно натянута пленка. Пленка достаточно плотная. В начале и в конце естественно раскладывается отрава для мыши. Если закладывается рукав на грунт, там, конечно, мышь может выгрызться из-под земли, и там мы уровень натяжения никак не проконтролируем. Потери, опять же, она не выгрызется, так что она внутри рукава жила, там нет кислорода, там чтобы вы зерной из рукава извлекли дота и не сняли. Это средний процент потерь при хранении в рукавах от 0,2% до процента. Скажите, за счет чего улучшается качество на 2% и не является ли это статистической погрешностью? Нет, это не является статистической погрешностью. Ну, прежде всего, после уборочного дозревания, в результате после уборочного дозревания зерна повышается кликание. Не факт, что это везде происходит, так, но это может быть и, как правило, это происходит. Также, при хранении зерна влажного в рукавах, если зерно в рукав закладывается при сухой погоде, при пересушенном воздухе, сухой воздух оттягивает влагу на себя, то есть, можно наблюдать то, что такой эффект. Вы заложили 18% по влажности в руках, извлекаете 17, например, куда делся этот процент, воздух в рукаве стал более влажным. То есть, все стремится к своему равновесному состоянию и воздух, и зерно. Спасибо большое.